если мы возьмем n векторов в нмерном пространстве составим из них матрицу записав их по столбцам или по строкам то эти векторы будут линейно зависимы тогда и только тогда когда определитель соответствующей матрицы будет равен нулю и так мы получили свойства универсальное свойство как понимать зависимые ли линейно n векторов в нмерном пространстве просто надо посчитать определитель да посчитать определитель бывает достаточно громоздкой задачи тем не менее эта задача алгоритмически разрешима мы знаем как это сделать мы знаем у нас есть путь может быть долгим тем не менее мы знаем как по матрице определить равен для нулю определитель значит мы знаем как для системы из n векторов в нмерном пространстве, как по этой системе понять, линейно-зависимый вектор этой системы или линейно-независимый. На самом деле, умение вычислить определитель помогает решать систему линейных уравнений. Если у нас есть n уравнений от n неизвестных, тогда можно найти решение этой системы, просто найдя несколько определителей. Это делается при помощи метода Крамера. Метод Крамера не всегда очень удобно использовать, но тем не менее, посмотрите, пожалуйста, материалы к лекции, которые мы выложили для вас на сайте. Мы рассказываем там, как решать систему линейных уравнений методом Крамера. Может быть, этот метод вам понравится больше других. Определитель помогает найти матрицу обратную данной, не используя метод Гаусса. Опять же, просто вычисляя определители, мы можем сказать, чему равна матрица обратная данной. Да, вычислять определители громоздко, мы это помним, но тем не менее, такой метод есть. Для того, чтобы найти матрицу обратную данной, нужно действовать по следующему алгоритму. Во-первых, нужно найти определитель матрицы А. Если определитель матрицы А равен нулю, все, мы проиграли, эта задача не решается, у нее нет обратной матрицы. Если определитель матрицы А равен нулю, то обратной матрицы в этой матрице не существует. В следующем ходу мы будем делать вот что. Мы вместо матрицы А запишем другую матрицу. Мы каждый элемент матрицы А заменим на другой элемент, а именно вот на какой. Давайте возьмем элемент, который стоит на пересечении и той строчки и житого столбца. По знакомому нам правилу мы сначала припишем знак этому месту. А знак будет тот же самый, что и раньше, это будет минус 1 в степени и плюс ж. Итак, вместо элемента, стоящего на пересечении и той строчки и житого столбца, мы сейчас напишем некоторое число, умноженное на минус 1 в степени и плюс ж. Какое именно число нужно записать на это место? А вот какое. Опять же, сделаем так, как мы делали, когда раскрывали определитель по строке или по столбцу. Давайте, у нас элемент стоит на пересечении и той строчки и житого столбца. Давайте вычеркнем и ту строчку и вычеркнем житый столбец. Мы получили матрицу меньшего размера. У этой матрицы меньшего размера мы можем посчитать определитель. Итак, напишем в это место определитель той меньшей матрицы, который получился при помощи вычеркивания строки и вычеркивания столбца, только умноженный на минус 1 в соответствующей степени, умноженный на минус 1 в степени и плюс житого. Это еще не все. Полученную матрицу нужно транспонировать. Нужно поменять местами строки и столбцы. И теперь почти все. Теперь эту матрицу нужно поделить на определитель матрицы А. Именно, что значит поделить матрицу? Каждый элемент матрицы поделить на определитель матрицы А. Действительно получается обратная матрица. Мы можем найти матрицу обратную данной при помощи такого вычисления. И действительно, действительно получается обратная матрица. Вы видите, если перемножить эти матрицы, получится единичная матрица. Вот такой, на самом деле, чудесный способ искать обратную матрицу. Конечно, этот способ не просто чудесный, этот способ следует из определения определителя. На самом деле он целиком и полностью следует из того, что определитель можно раскрывать по столбцу или по строке, неважно. Но тем не менее, все-таки ответ, мне кажется, чудесный. Теперь, когда мы научились находить обратную матрицу, мы можем еще немножко продвинуться в решении линейных уравнений. Опять речь идет только о самых простых системах, о системах, где есть n неизвестных и n уравнений. Когда мы получаем зависимые переменные и свободные переменные, этот метод применить нельзя, ничего хорошего здесь не получится. Давайте посмотрим на этот случай, все-таки он тоже достаточно важный. Это именно тот случай, где решение единственное. И довольно часто нам приходится составлять и решать линейные системы именно в таких условиях. Смотрите, систему линейных уравнений можно представить себе как несколько другую вещь. Можно представить себе, что мы некоторую матрицу А умножаем на вектор неизвестных x, x1, x2 и так далее, xn, и получаем вектор-столбец известных чисел, вектор-столбец b. Мы когда обсуждали, когда в первый раз у нас возникла матрица, она возникла ровно в таком контексте. Мы систему линейных уравнений, большое уравнение с правой частью, с левой частью записали при помощи матрицы. Расширенной матрицы, нерасширенной матрицы. Значит, у нас возникла матрица системы линейных уравнений, матрица А. Итак, эта матрица на языке умножения матриц, матрица, вектор ответов, мы можем записать уравнение, систему линейных уравнений в виде просто одного матричного уравнения. Ах равно b. А — это матрица n на n. x — это вектор из n, на самом деле, неизвестных. Именно эти x мы и хотим найти. И b — это вектор значений. b состоит из n чисел. Это то, что в нашей системе уравнений стоит в правых частях. 2x плюс 3 равно 8. 2x плюс 3y равно 8. И тогда вот это вот 8 будет первым элементом вектора ответов. Что это нам дает? Зачем мы это записали? Мы просто переписали систему линейных уравнений при помощи матрицы. А вот что это нам дает. Мы же теперь умеем считать обратную матрицу. Мы можем найти такую матрицу, на которую, если мы умножим матрицу А, получится единица. Умножим справа или слева, неважно. Давайте найдем для матрицы А матрицу А в минус 1. Если такая матрица не нашлась, если определитель матрицы А равен нулю, это другой случай. Это другой случай. И так мы с этой системой уравнений не разберемся, если определитель матрицы равен нулю. А если определитель матрицы не равен нулю, мы можем найти матрицу А в минус 1. Можем? Давайте найдем. Давайте умножим это равенство на матрицу А в минус 1 с левой стороны обе части. Мы получаем А в минус 1 умножить на А умножить на Х равно А в минус 1 умножить на Б. А в минус 1, так же как и матрица А, это квадратная матрица n на n. Мы знаем, что А в минус 1 умножить на А равно единичной матрице. Итого, единичная матрица умножить на Х, а значит просто вектор Х, равно А в минус 1 умножить на Б. Что же мы получили? Мы просто нашли все неизвестные. Найдя обратную матрицу и умножив эту матрицу А в минус 1 на Б, мы получили вектора ответов для этой системы линейных уравнений. Это выглядит очень-очень хорошо. На самом деле, я прошу не забывать в этом месте, что найти обратную матрицу достаточно трудоемкая задача. Можно искать ее методом Гаусса, можно при помощи вычисления определителей меньшей матрицы, но в любом случае обратную матрицу искать достаточно трудоемко. Не то, чтобы мы, находя обратную матрицу, очень много выигрываем в решении системы линейных уравнений. Нет, мы не то, чтобы очень много выигрываем. Можно решать систему линейных уравнений так, сяк. Всегда надо произвести некоторое количество действий. Эти действия можно вести по-разному. Можно методом Гаусса, а можно, находя обратную матрицу к матрице А. Трудоемкий или нетрудоемкий, по крайней мере, этот способ верный. Вот мы видим, что можно найти… Мы записали систему уравнений, нашли матрицу этой системы, нашли обратную матрицу к этой матрице, умножили ее на вектор ответов, и то, что мы получили, это действительно получилось решение вот этой линейной системы. Наш метод действительно работает, и неудивительно, он же верный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok